Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Рад вас всех видеть. В добром здравии. Надеюсь, у вас все в вашей жизни хорошо. Я хотел с вами поговорить о том, почему мы поменяли нашу маркетинговую политику, информационную политику. В общем-то, перешли работать в Телеграм, на другие ресурсы. Почему? Фейсбук у нас стал английским. Очень многие люди спрашивают, почему вы уходите из Фейсбука. Мы не уходим из Фейсбука. Мы остаемся в Фейсбуке, но на английском языке. То есть только на иностранном языке. Все на самом деле очень просто. То есть, как вы понимаете, то, что происходит, совершенно от нас не зависит. То есть, вы же должны четко понимать, что я не являюсь владельцем компании Гагл. Я не являюсь владельцем компании Яндекс какой-нибудь, еще какой-то компании. То есть, до определенного момента времени, та информационная конфигурация, которая у нас существовала, нас удовлетворяла. В определенный момент времени, в плановом режиме, она у нас перестала удовлетворять. И, в общем-то, понятно, почему. Потому что Фейсбук на сегодняшний день доступен ограниченному числу лиц. Только, как бы, и в этом, как бы, нет нашей вины. Как бы, мы не управляем компанией Фейсбук. Мы Яндекс Укерберг, почему он ограничил Фейсбук, доступ к Фейсбук, как бы, для других, как бы, пользователей определенных. Я, как бы, владелец компании Гагл, я не могу регулировать, кому можно работать в Гугле, кому нельзя работать в Гугле. Ну, вы же должны, как бы, понимать, что, в общем-то, значительная часть нашей деятельности это русскоязычная композиция, да, люди, которые горят на русском композиции. И мы должны понимать, что эти люди в определенный момент времени лишились возможности получать качественную информацию от нас, в том числе о научной нашей деятельности, о нашей экспедиционной деятельности, о наших научных встречах, семинарах и прочих. Информация для них стала недоступной. То есть, поэтому мы вынуждены перестраивать, как бы, конфигурацию нашей информационной системы для того, чтобы все люди в равной мере могли получать достоверные данные из объективных источников, которые мы, как бы, администрировали. То есть, поэтому, когда мне пишет мой знакомый, как бы, говорит, чего вы уходите из Фейсбук, с чем это связано, с войной, там еще... Нет, не связано ни с войной, ни с чем. Связано с политикой определенного рода компаний, то есть, которыми мы не управляем. То есть, у меня нету Кагала, то есть, собственно, мне нету собственного Яндекса, как бы, нету собственного Фейсбука, Инстаграма, Ватсапа и так далее и тому подобное. То есть, мы, как и все остальные люди, как бы, зависимы от тех ресурсов, которыми пользуемся все, ну, одновременно в мире. Вот. И здесь, как бы, совсем, ну, как бы, нет, как бы, никакого... То есть, вы же понимаете, да? То есть, люди, ну, как бы, все люди, люди ленивые. То есть, представьте себе, что такое перестройка информационной конфигурации. То есть, если бы была возможность работать, ну, в предыдущем режиме, никто бы ничего, как бы, не, ну, не, в общем-то, создавал бы нового, а развивал бы старое, как бы, да, то есть, понимаете, да? То есть, ну, так как возможность исчезла, то есть, все компании сейчас в мире играются с ограничениями, то в силу того, что нам каким-то способом нужно продолжать работать и, как бы, существовать, мы, как бы, вынуждены менять и маркетинговую политику, и политику, связанную с построением информационной конфигурации. Еще один момент. Безусловно, мы должны понимать это все, что у старого мира больше кем-то. То есть, кому это непонятно, ну, я думаю, какое-то время пройдет еще, как бы, как бы, понимаете, что уже не в другом старом мире. И это вообще не касается политики, это касается геополитики. То есть, это не политика государства, это не политика Англии, это не политика Франции, это не политика Германии, это вообще гломальные изменения в геополитике мировой. Хотим мы этого, как бы, или не хотим, мы все этим угрозам, ну, как бы, подвержены. То есть, еще вчера, там, кто-то мог использовать, как бы, свифт, сегодня не может уже использовать, кто-то мог использовать там какие-то электронные платежи сегодня не может уже используется как бы мы попали в ситуацию когда мы по сути свои заново должны учиться работать хотим мы этого или не хотим и также будет с вами если вы еще не начали как бы перестраиваться ждете чего-то то рано или поздно вам придется учиться работать в новых условиях к чем раньше вы начнете учиться работать в новую в новых условиях тем лучше как бы меньше потерь как бы понесете то есть вы же должны как бы четко понимает что геополитическому уровню о вашем существовании вообще неизвестно любому геополитическому уровню любым изменениям на геополитическом уровне вы неизвестны то есть как говорят в америке проблемы негров шерифа не интересуют уж как вы понимаете да то есть они живут как хотят и реализуют свои задачи только как им вздумается а мы все вот люди которые обыкновенные бизнесмены обыкновенные предприниматели обыкновенные там научные деятели простые люди как бы мы как бы все зависим от этих геополитических изменений и последствия этих геополитических изменений безусловно складывается сказывается исключительно на нас на геополитических изменениях это никак не складывается тех кто создают геополитические угрозы как бы они не думают о том что нас это как-то скажется им все равно все очень на самом деле как бы просто нам придется менять маркетинговую конфигурацию мы сейчас активно заняты изменениям маркетинговой конфигурации как бы мы постараемся за кратчайший промежуток времени добиться того чтобы вернуться к нормальной деятельности из состояния особого состояния в режим нормальной деятельности и дальше в общем-то помогать вам ваших начинаниях ваших бизнесах ваших как бы устремлениях и далее поэтому не надо переживать что что-то меняется как бы все перемены как бы не лучшему безусловно мы как бы постараемся быстрее других научиться работать в общем-то вас научить спасибо